добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой творческий канал и с этого видео я начинаю свою подготовку к 8 марта и также хочу поделиться с вами идеи подарка так сказать комплимент к 8 марта идея это не моя видела где-то на просторах интернета и решила поделиться с вами как сделать такой оригинальный свиток вовнутрь я положила конфетки ну можно добавить какие-то пакетики чай или вообще что-то другое и давайте приступать нам понадобится два листа бумаги формата а4 бумага должна быть либо пастельный какая-то в общем плотная бумага хоть глиттерный фоамиран пожалуй кроме детского картона он будет неудобен при изгибе один листочек у нас будет основа авт на втором листочке я нарисовала схему рассчитывала сама и обязательно ссылку оставлю в описании заходите распечатывайте или скачивайте и делаем теперь саму основу я отмечаю кладу листочек горизонтально и отмечаю по середине 10 сантиметров сам листок около 30 сантиметров и поэтому 10 сантиметров посередине легко отметить провожу две горизонтальные линии буквально невидимые потому как в дальнейшем их не должно быть видно затем беру бобину от скотча и рисую кружочки мы их будем вернее полу кружочки мы их сейчас будем вырезать для того чтобы наш свиток выглядел более красивее и оригинальнее затем беру две металлические линейки и складываю делая загибы если нет металлических линей кто можно обойтись двумя любыми линейками но конечно металлическими удобнее таким образом линия сгиба получается как будто бы заводская я сначала намечаю а потом уже провожу более сильно второй линейкой теперь нам нужно сделать отверстие по середине для того чтобы в дальнейшем завязать бантик я отмечаю по середине намечаю где буду прокалывать дырочку и делаю дыроколом два отверстия и пока заготовку откладываем как говорила уже схему я эту оставлю в описании и начинаю ее вырезать тут я немного сама под запуталась и но в ссылке ссылку на эту схему вам уже оставлю правильную и доступную вы там не запутаетесь и ничего вам не будет непонятного вот так у нас уже прорисовывается какая-то более-менее заготовка затем опять с помощью двух металлических линей я делаю линии сгиба практически по всем тем линиям которые у меня прорисованы и после того как я уже все согнула у меня что-то уже становится похоже на вот эту вот нашу внутреннюю коробочку сама заготовка у нас готова и теперь нам нужно склеить все детали склеивать я буду обычным клеем карандашом но хочу сказать что это не совсем удобно сама не понимаю почему я не взяла клей момент им гораздо удобней но не склеивайте эту бумагу горячим пистолетом потому что следы клея будут видны в любом случае используйте либо клей карандаш но это немного подольше занимает времени либо клей момент мне не совсем привычно было удобно и неудобно пользоваться этим клеем я прям не привыкла но а вы пользуйтесь тем клеем которым привыкли работать собрали коробочку внутренние части я подгибаю и еще раз прохожу с линейкой чтобы все было очень аккуратно выглядели линии сгиба коробочка готова и теперь приклеиваю ее к середине нашей основной части клею на глаз и стараюсь чтобы выглядело все ровно в одном из своих видео я показывала как сделать эти розы делая их давно дело даже не помню уже для чего но рука не поднялась их выкинуть и они у меня лежали они у меня в трех цветах и размеры я делала тоже разные выбираю из своего волшебного пакета цветы диаметром поменьше и оттенки как видите у меня очень нежные и аккуратные и самое что интересно и удобное в этих цветах что они уже с листиками выбрала несколько цветочков и теперь буду декорировать и после того как я уже начала делать видео я поняла что приклеила 6 цветочков не повторяйте за мной этого я в дальнейшем доклею еще один цветочек и у меня будет нечетное количество клею эти цветы на горячий клей и при приклеивании цветов нужно обязательно смотреть чтобы они не мешались при сворачивании свитка если вы их приклеите за линию сгиба то сам свиток сверток наш будет не очень красиво свернут и задекорировать конечно можно было бы еще чем-то большим добавить какого-то еще мелкоцвета может быть ягодок я показываю лишь идею вы уже решайте сами чем вам дополнить или как-то может быть выбрать другие цвета в общем смотрите все по своему вкусу затем я беру остатки гофрированной бумаги белого цвета складываю в несколько раз ширина отрезка получается где-то 5 сантиметров и нарезаю на тоненькие тоненькие полосочки это у меня будет вместо бумажного наполнителя если же у вас есть бумажный наполнитель то можно и не делать этих полосок и не нарезать нарезала небольшое количество и заполняю свой свой небольшой ящичек затем вкладываю конфетки как я уже говорила в начале можно что-то другое и у нас финальный этап вставляю ленточку ленточка у меня толщиной 0 6 миллиметров связываю красивый бантик и на этом готово если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик и следите за новыми моими видео и идеями всем пока пока